Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы обсудим вопрос, который мне уже не раз задавали в комментариях к нашим роликам любознательные зрители. Почему такие физические величины, как момент силы, момент импульса и момент инерции, связанные с вращением, называются моментами? Ведь когда мы говорим момент, мы прежде всего имеем ввиду момент времени, неделимый или очень короткий миг, мгновение. А почему это слово появляется и в терминах, связанных с механикой вращательного движения? И чтобы ответить на этот вопрос, нам надо обратиться к истории античной механики, которую развивал с одной стороны Аристотель в своей физике, а с другой Архимед. Аристотель обсуждает причину, по которой тяжелые тела стремятся вниз, к центру земли, а легкие наоборот стремятся подниматься вверх. А еще в сочинении аристотелевской школы «Механические проблемы» была сделана попытка объяснить, как работает рычаг, который для античных механиков, конечно же, был главной машиной, которой они пытались свести действия всех других машин. Ну, в свою очередь, Архимед, который был, конечно же, величайшим математиком и механиком древности, известен в том числе тем, что он построил учение о равновесии рычага и о центрах тяжести плоских фигур, изложив это учение по образцу геометрических теорем Евклида. И поскольку древние греки были самыми первыми, кто попытался построить математическую теорию рычага, в этих сочинениях мы находим систему понятий, проистекающую из естественного разговорного языка. А к нашему предмету в ней относится, прежде всего, такое слово, как «ропе», которое не так просто перевести на современные языки, потому что оно не является физическим термином, ну вот в нашем современном понимании. Вот это «ропе» у Аристотеля, это естественное стремление или рвение тяжелых тел падать вниз к центру земли, а легких тел подниматься вверх. А в статике, причем что у Аристотеля, что у Архимеда, «ропе» — это стремление груза перевернуть рычаг в свою сторону. И это стремление, как мы все понимаем, зависит не только от веса груза, но и от его положения на рычаге. Ну и поэтому в средневековых трактатах по механике это слово «ропе» переводили на латынь как «гравитас секундум ситус», то есть тяжесть сообразна положению, тяжесть здесь остается. Но это не наша сила тяжести. И когда два неравных груза уравновешивают друг друга на неравных плечах, наступает то, что по-гречески называется «изорапея». Вот такое равновесие или равносклонность, равноустремленность. Ну и соответственно, то, что мы называем в нашей физике центром тяжести, значит, грек называет центром равновесия. Вот такой «кентрон тес ропес». И если тело подвешено за центр равновесия, то ропея его частей с той и с другой стороны оказывается равным. И надо понимать, что ропея это еще не наш момент, который мы считаем равным произведению силы на плечо. А когда грузов много, мы суммируем такие произведения, связанные с каждым грузом. Вот греческое ропе – это еще не количество, которое можно суммировать. Конечно, два ропе по разные стороны от точки подвеса могут уравнивать друг друга, и тогда тело находится в равновесии. А могут быть неравными, и тогда одна его сторона, одна половина перевешивает другую. И обратите внимание, вот древние, они, конечно же, знают, что в равновесии двух грузов эти грузы на рычаге обратно пропорциональны плечам. Но им не приходит в голову сказать, что с обеих сторон равны произведения веса груза на его плечо. Потому что для них перемножать груз, то есть некий вес на расстояние, это вообще представляется бессмысленной операцией. Но умножать можно, например, груз в 5 мин, взять 3 раза умножить на 3, будет груз в 15 мин. Но что значит взять груз в 5 мин и умножить его на расстояние в 3 пяди? Что это будут за такие мин на 5 пяди? То есть грек так не мыслил, в отличие от нас. И поэтому античное РОПЭ – это вот не наш момент силы, ну который мы-то с вами измеряем в ньютонах, умноженных на метры. Это такая величина, которая уравнивается, но не измеряется. Ну и таким образом, со возникновением термина «момент силы» мы разобрались. А теперь совсем кратко поговорим о том, что касается момента силы и момента импульса относительно точки, либо оси и момента инерции относительно оси. и как они определяются в знакомой нам механике. Все эти величины были введены в середине 18 века в работах Даниила Бернули и Леонарда Эйлера, посвященных механике твердого тела. А представлять момент силы и момент импульса направленными отрезками предложил в начале 19 века Луи Пуансо, потому что с так представленными моментами удобно оперировать при построении теории. Ну и наконец, несколько слов о том, как моменты появились в статистике, где говорят о нулевом, первом, втором и так далее моментах. Ту концепцию моментов в статистику вел Карл Пирсон, и он сделал это по аналогии с моментами в механике, как он их изучал, будучи студентом университета. Моменты в статистике – это интегралы от некоторого распределения случайной величины f от x, свернутого с x в катой степени. Первый момент – это математическое ожидание или среднее значение величины, и ему соответствует положение центра тяжести. Второй момент – это дисперсия, которое показывает, насколько сильно случайная величина отклонилась или рассеялась в среднем от своего среднего же значения, и в механике ему соответствует момент инерции. Так что моменты в статистике тоже берут свое начало от греческого понятия – ропе, на чем я и завершаю свое сообщение, и спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова